Так еще, пожалуй, рассказал я о нагайке, которая единственная, правильная нагайка. То есть, когда кто-то к мастеру подходит и начинает задавать такие вопросы, вот эта нагайка правильно сделала или неправильная. Любая нагайка, она правильная. Как и любые ботинки, которые ты ноешь, портной сшил, то есть бущик сшил, одежду портной сшил, одежда правильная или неправильная. Ну, как сшил, так и носится, как сделал, так и пользуется. Ну, единственная нагайка, которую можно обсуждать, правильно она изготовлена или неправильно, это, пожалуй, уставная нагайка или приказная нагайка, так называемая. Почему приказная? Потому что это 127 приказ на 25 мая 1896 года по военному ведомству Российской империи. А уставная, потому что способ ее изготовления, именно все размеры и способ ее носки описан в казачьем уставе. Поэтому эта нагайка, если грубо говорить, она была чисто для управления конем. Толщина плети 11 мм, толщина рукоятки 13 мм, длина рукояти 44 мм. Плеть накладывается на рукоять, кожаным ремешком прикручивается 9 оборотов, потом фиксируется шпилькой в скобках, сапожный гвоздик, как написано в казачьем уставе. И дальше идет спираллельная намотка ремешка до отверстия под темляк. Отверстие под темляк 66 мм от края. То есть, когда подойдет человек и, допустим, говорит, а что это у тебя отверстие под темляк 40 мм от края? Почему не 9 оборотов, а 10 или 8? Да, вот это замечания приемлемые такие. А все остальное, ну, всегда было, складывались какие-то определенные традиции в одном месте, а в другом этого не было, или наоборот, там что-то появлялось новое. Иногда говорят, что было время, чтобы по Нагайке можно было узнать, с какой станицы казак. Это о чем говорит? Это говорит, что стало быть, было огромное разнообразие. И у меня есть такой дежурный ответ, когда спрашивают, правильно, неправильно Нагайка. Я знаю, какая самая правильная Нагайка, какой-то такой умный. Какая? Я говорю, у твоего деда была она. Откуда ты про это знаешь? Я говорю, да потому что мы все такие. Так вот, и этого Нагайка просуществовала недолго. Вдумайтесь, 1896 год. И уже тут же революция вскоре началась. Так вот, когда Казакова начали использовать для исполнения полицейских функций, для охраны, охраны объектов, охраны складов, то оказалось, что эта Нагайка ни о чем. То есть управлять конем можно, там, сиканул, коль, боль. Но чтобы ей там с одного удара, как говорит пропаганда была советской власти, что казаки Нагайками народу голову разбивали. Это уже шла речь, пожалуй, о 907 году и позже. Потому что когда в 907 году стали призывать вторую резервную линию казаков для исполнения полицейских функций, очень много казаков отказывалось и уходило на каторгу. Потому что присяга, одеваться некогда. Но не хотели быть жандармами. Говорили, что я воин. Ну а те, кто шли, они просто усиливали Нагайку. И ту же тонкую 11-метровую Нагайку, уставную плеть, сажали в трубу металлическую, проклепали. Все это оплетали, чтобы особое внимание не привлекалось. Для чего? Что можно уже было работать, если коня под усы схватили, можно было этой трубой ударить по руке, отбить. Что можно было обратной стороной на трубу накрутить. Можно было шар тяжелый и работать как кистенем, или работать как булавой, захватив за этот край. То есть наносить удары, отбиваться от толпы, пытающейся стащить с коня. Ну и естественно, так как труба металлическая, уже подразумевается, что там может находиться клинок. То есть можно было вставлять в нее клинок и работать с клинком. Притом, что интересно, сложилась такая традиция. Сейчас очень много по музеям, в интернете даже, кто интересуется, всегда может порыться, найти, накопать. Во всяком случае, у меня накопано, ссылки могу скинуть. Два вида сложилось вот таких нагаев. Кавказский вариант, который в основном использовали стилет, и донской вариант, то есть казачий вариант, где используется клинок ножевидной формы. Тоже объяснить, почему очень трудно. Кавказцы говорят, что, я расспрашивал, когда мастеров, тоже стариков, говорят, что этим клинком было удобнее. Очень много чинили упряжь, если порвалась упряжь, ее нужно прошить, прошить, нужно протыкать отверстие. И вот этот шаловидный стилет, видный клинок, он позволял именно использовать для этого. И в то же время применялся как оружие. Говорят, что еще со средних веков это идет у них, когда такой клинок позволял нанести удар, проходя через кольчугу. Но у нас этого не было. Вот именно такой ножевидной формы клинок, находясь внутри нагайки, назывался залиска. Поэтому слово нагайка с залиской, если кто-то вдруг с детства вспомнит, мы слышали, что много. Вот так она выглядела. А слава богу, что удалось сертифицировать эту нагайку, то есть сам клинок к категории холодной оружии не относится. Полное почти отсутствие гарды всего. Есть возможность этот клинок переворачивать. То есть то же самое декоративно менять. Можно накрутить любой сюда тыльник, утяжелеть или облегчить наоборот. И можно эту нагайку переворачивать в такое положение. А для тех, кто увлекается метанием просто спортивным, рекомендую попробовать, что интересно. Но не убивайте дорогую вещь, метая просто в стенд или в дереве, может первый раз попасться, удариться, а это перейдется к коже. Очень хорошо метать, тренироваться в карьере, где стена песка. В всяком случае у меня так хлопцы делают, они просто берут, обматывают тряпкой, прям изолентой сверху прихватили, и за конец уже ее раскручивают, и отпускают метают. Стараясь научиться, вначале прямо, потом в сторону, в другой, назад. Три ипостаси. Если освоил, то уже становится суперэффективное оружие. То есть, при работе вокруг себя она идет с подкруткой, и таким хватом, когда утяжеляется конец, то уже идет ударно-дробящий, режущий, куличий. То есть, идут все элементы кинжального боя, плюс хвостовик. И хвостовиком регулируется длина подвеса. То есть, щелка сбивающая, и тут же идет удар клинком. Это как бы такая короткая техника работы с этой нагайкой. Такую нагайку называли уставно-боевая. Ну и вот, как бы, по моим, то, что я насобирал, а не рассказом, она пошла с 1907 года, так широко, как бы, в казачьи эти все. Очень интересный момент для тех, кто интересуется именно этим. Опять же, дай бог здоровья, батьки Мухтарвеку Кантемирову. В детстве смотрели его фильм, называется «В двух шагах от рая». Советский фильм, где такой, с хорошей уклоном пропаганды, в советские времена умели снимать. То есть, там просто формируют группу диверсантов, тыл фашистов. Короткая фильм. Но в самом начале Мухтарвек Кантемиров скачет на лошади, в голову, на гайку раскручивает и метает ее. Она пролетает улицу, летает в здание, втыкается в стенку. Мухтарвек приехал ко мне в гости, увидел эту нагайку и говорит, «Ах, так вот она как!» Я уж у меня руки опустились. Говорю, батьки, ты что, мы с детства на тебя насмотрелись, эти нагайки приделали, ножки там всякие металли. Он говорит, «Так вот, я тебе расскажу, говорит, историю этой съемки, именно этого вот куска. Дело в том, что фильм снимался, так как он был патриотичный фильм, и он снимался под эгидой КГБ. То есть, у нас был куратор от КГБ, и куратор закрепил нам консультанта. А консультант, говорит, был старый дедушка, который из казаков-пластунов в разведчик-диверсант прошел не только отечественного, а еще и до этого захватил все. И этому деду почему-то захотелось, чтобы эта нагайка была, ну, ожила в фильме хотя бы. И он мне объяснял, говорит, вот его вытаскиваешь, выкручиваешь, переворачиваешь, и вот металли казаки это. Я, говорит, его послушал, вроде как бы это, сам думал, как? Взял просто обычную нагайку, нож к нагайке приделал, привязал, все кожей оплел. И вот в фильме, говорит, я его прямо с первого дубля метанул, и настолько сам, сам опешил, как бывает, с первого дубля я вогнал в окно, он влетел, стенку в окно. Вот поэтому, а вот оказывается, она говорит, ну, и потом уже сели, я ему в интернете открыл, говорю, смотри, ну, вот это вот осетинская ваша, осетинский вот ей выставил такой же сыромятной кожи, только вот, видишь, она со стилеэтом, это, это. Ну, вот вкратце немножко об этой нагайке. Вот прямо сейчас. Я знаю, это. . Продолжение следует...